Анахата чакра, сердечность, весь мир люблю, это хорошо, с одной стороны, это гораздо лучше, чем жрать, извините за выражение. Не потребно проводить время или гневаться, но тем не менее, это тоже утечка. Человек, который любит, он глуп, он глуп, его разводят. Вы все хорошие люди, ну а что же тогда проценты, кредиты берете, фигней всякой занимаетесь, смотрите телевизор там и много еще что сделать, чем вас используют. Но вы все хорошие, добрые, любящие люди. О чем это говорит? Пока у вас на уровне сердечной чакры будет энергия, вы не будете понимать то, что находится выше. Только если вы освободитесь от своей любви, вы сможете сверху посмотреть и многие вещи понять вокруг. Но если вы хотите хотя бы преодолеть эти три проблемы, любовь это уже очень хорошо. Но для того, чтобы пойти выше, от нее тоже нужно будет отказаться. Это не значит, что вы будете, как здесь сидела дама, по-моему, говорит, это что, как вы сказали, не холодным, а как неравнодушным, а что-то такое, типа, да, вот так метко сказали, прям, не помните, что сказали? Ну, что-то, да, безразличным. Ну, отмороженным, короче, да, не совсем отмороженным. Если вам нужно сверху спуститься вниз, вы всегда спуститесь, обнимите свою любимую там или любимого и проявите свои чувства. Ну, потом верите обратно, чтобы адекватным быть. Но, в общем, короче, вишудха-чакра в сто раз лучше, чем анахата. Я очень люблю вишудщиков. Они конкретные. Сказал, сделал. Ну, так с ними классно. А эти все сопли. Сказал, ну, ты понимаешь, изменились обстоятельства. И там начинают петь какую-то песню. Там были еще что-нибудь. Ужас просто. Они же так там вообще животные. Субтитры создавал DimaTorzok